Учиться переходить дорогу правильно воспитанники теперь могут прямо во дворе собственного детского сада. Разметку педагоги нанесли недавно, после того, как им сделали новую дорожку. Ремонт коснулся и всего, что есть вокруг. Прогулочная веранда, к примеру, еще недавно напоминала скорее ангар. После переделки стало светлее и уютнее. Художественно-эстетическое восприятие детей, что они смотрят на чистое, аккуратное помещение. Им, конечно, уже приятнее находиться в таком помещении. Гранда теперь у нас разноцветная, детей это привлекает, они больше заинтересованы в играх. К самым масштабным переменам педагоги относят ремонт фасада, замену всех окон, но главное – новая крыша. Теперь маленькому миру детства не страшны ни дождь, ни ветер. Изменения и внутри детского сада. Кабинет изо с легкой руки дизайнеров превратился в пространство эстетического примера. Цвет стен, как и в общем проект дизайна, воспитатели выбирали сами. А вот на кухне обошлись без цветовых гамм. Все просто и стерильно. Теперь повара с ужасом вспоминают время, когда страшно было открыть окно. Окна тоже разваливались, а все. Бывало, невозможно было открыть их, потому что боялись, что они сыпались. Решили обновить нам, сделать, чтобы уютнее было. Окна нам поменяли, сейчас более они эффектнее. Вот у нас сетки, чтобы мух не залетали. И теплее стало зимой. Здание постройки начала 80-х годов не просто нуждалось в ремонте. Еще чуть-чуть, и было бы просто невозможно продолжать образовательный процесс. Все изменилось после прихода главы города. Практически сразу были привлечены шефы, которые без отлагательств взялись за большую переделку. Ну, во-первых, очень много сделали, а во-вторых, это делалось совместно. У нас всегда все спрашивали, какого цвета, какого качества вам нужно, что бы вы хотели. В общем, с шефами нам очень повезло. Больно было смотреть на окна вот эти, которые просто заливало водой, не было крыши. Было очень плачевно. На ремонт детского сада ушло почти 9 месяцев, пока строители работали над очередным участком. Коллектив «Юнги», сообща с родителями, воспитанников продумывали, какими будут, к примеру, новые занавески. Шефская работа в Сочи продолжается. И именно благодаря такой форме работы детские сады курорта никогда не останутся без свежего ремонта. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.